Матвей Сидельников хотел бы стать известным хоккеистом, но детской мечте тяжело воплотиться без полноценных тренировок и команды сверстников. Поэтому шестилетний Матвей ходит на тренировки к папе. Ноги качать, руки качать можно, ну и играть, и бортоваться. Я его в три года поставил на коньки и считаю, вот три года он каждый день, ну в понедельник, среда, пятница он с нами всегда приходит. Я в шесть вечера его привожу, то есть за час до тренировки, когда если не хватает, они вот так же с нами разминаются, катаются, более-менее, чтобы они чувствовали себя, как сказать, в своей стези. На тренировки с папами ходят и другие дети, но поиграть в команде, как полагается, не получается. Слишком разные весовые категории. Хочу, чтобы у нас появился тренер, чтобы мы делали упражнения, играли матчи, кезли на соревнования, получали кубки и побеждали. Доходит до того, что даже вот родители возят своих детей тренировать вот в Касале, например. В нашем городе это не развивается, потому что негде. У нас и условия не те, допустим, должен быть ледовый, там должно быть тепло. Соответственно, коллицированный тренер должен быть. Этого нет. Ноги вот мы играем, приходят, спрашивают, когда будет секция, где эта секция, ответить нечего. Глава города Андрей Гаранин назвал развитие спорта одной из главных задач. Узнав, что губкинские дети болеют хоккеем, начал решать вопрос. Уже в сентябре этого года на базе четвертой школы будет открыта секция. Все знают, что у нас в городе есть большие планы по строительству ледового дворца. И мы их хотим ритмично, очень быстро реализовать. Хотим уже начать строительство этого долгожданного для наших жителей города, объекта. При этом хочется, чтобы занятия зимним видом спортом, в том числе хоккей, шайбы, у нас уже были готовые группы, готовые ребята, которые могли заходить в условия уже улучшенную, в круглодичный ледовый корт, где можно было бы заниматься. Андрей Гаранин уже дал задание обустроить детям раздевалки, сделать сушилку для одежды и обуви. Еще один вид спорта, который станут развивать в нашем городе – самбо. Тренировки планируют начать в этом году. Пока в планах стоит у нас сентябрь этого года. То есть с сентября уже будет набор? С сентября будет, да. Скорее всего, если будет приглашен тренер с сентября, если у нас получится пригласить специалиста, то будет осуществляться набор. Тренировки по самбо будут проходить в зале восточных единоборств «Витязь». Для этого летом здесь начнутся ремонтные работы. Несомненно, по новым видам спорта победы не за горами, а по имеющимся направлениям задача уже сейчас существенно улучшить результаты. Есть у нас очень серьезная концепция по укреплению позиций по тем видам спорта, по которым мы уже занимаемся сейчас, где есть, и находятся, и занимаются дети. Это касается и бокса, это касается и волейбола, это касается и всех-всех-всех видов спорта, которые у нас есть в городе. Дмитрий Самойленко, Олег Семагин, Руслан Утанов. Новости Губкинского.